Уникальные хирургические операции в нашей больнице. Конференцию с немецким специалистом провели в Сестрорецкой больнице номер 40. В нашей больнице, городской больнице номер 40, конференции по разным направлениям проходят достаточно регулярно. У нас современная, большая, многопрофильная больница. И по каждому направлению, как правило, раз в год проходят конференции или мастер-классы с участием как наших, так и зарубежных специалистов. Специалисты из России и зарубежья, Белоруссии, Украины, Таджикистана собрались на ряд бесплатных операций с использованием лазерных технологий, которые провел хирург, ведущий коллапрактолог клиники Мариенхоспитал город Виттен доктор Томас Деско. В рамках международного мастер-класса по лазерным технологиям прямо в зал конференции велась онлайн-трансляция из операционной. Присутствующие врачи могли задать специалисту любые вопросы и получить ответ. Нужно отметить, что Сестрорецкая больница номер 40 уже давно сотрудничает с коллегами из Германии. В частности, местными врачами и их коллегами из зарубежья проводились операции в травматологическом отделении клиники, такие как операции травм на коленных суставах. Все операции можно разделить на две группы. Это экстренные операции, которые выполняются больным с переломами, поступившим по скорой помощи. И вторая группа – это ортопедические операции, плановые, которые выполняются больным с заболеваниями органов опоры движения. Это чаще всего крупные суставы, коленные, тазобедренные, плечевые. Среди ортопедических операций – это эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава. А среди остальных операций – это ортроскопия плечевого и коленного сустава. Это операции при холюкс-вальгус. Это нейрохирургическая операция, операции кисти. Операционный блок травматологического отделения больницы оборудован самыми современными приборами. Это позволяет совершать малоинвазивные операции с ограниченным хирургическим доступом. Современное и анестезиологическое оборудование, которое позволяет оперировать пациентов с тяжелыми соматическими патологиями и возрастных пациентов.